Есть 14 уроков, которые я подготовил, основанных на реальных примерах из моей практики. В настоящее время мы живем в эпоху большого количества возможностей и ограниченных ресурсов. И все более и более важным становится вопрос, как мы тратим имеющиеся у нас ресурсы. Чем лучше мы тратим деньги, тем лучше наши результаты. Мы начинали тестирование много лет назад, и мы видим, что ситуация за последние годы изменилась. Есть некоторые цифры, которые говорят об этом. И мы видим результаты исследования, проведенные на Технавио. Мы видим, что тестирование является важной темой, и оно проводится все больше и больше, все чаще и чаще, с привлечением аутсорсинга. То есть, с одной стороны, мы видим рост в последние годы, с другой стороны, мы видим тенденцию тратить все больше и больше денег на тестирование. То есть, от 60, рост в последние три года произошел с 60 до 80 миллиардов, поэтому важным становится вопрос, как мы тратим эти деньги. Потому что чем лучше мы их тратим, тем лучше наш результат. Мы говорим не только о тестировании, мы говорим в целом о аутсорсинге и задачах, которые бизнес передает третьим лицам. В целом, это более дешевый способ выполнить те или иные задачи. Наибольшее значение, наверное, имеет этот фактор. Мы видим, что ситуация эта становится все важной и важной с расходами. И аутсорсинг тестирования часто чем это обусловлено? Часто компании передают третьим лицам данную задачу, и мы видим, что разница очень большая. Мы видим абсолютно надежные решения, надежные результаты, потому что достоверные результаты, потому что там нет места никаким заинтересованностям, нет влияния каких-то политических моментов на это. Поэтому видим, что аутсорсинг становится все более и более популярным. Есть, конечно, разница между разными странами и разными культурами. Мы поговорим об этом позже. Итак, вопрос часто аутсорсинг различных задач, таких как тестирование, осуществляется по большому количеству различных причин. И, в общем-то, почему, что мы ищем? Мы ищем большую производительность для нашего бизнеса, в первую очередь. Различные сферы применения аутсорсинга, их множество. Аутсорсинг – это наше партнерство, которое мы можем применять в разных сферах нашей деятельности. И если говорить о таких поздних фазах разработки, как приемочное тестирование, то, конечно, это очень важная и ответственная фаза, где нужна большое доверие, важна безопасность данных, важны отношения. И я хочу вам показать, почему мы вообще, в принципе, думаем об аутсорсинге и как это связано с ракурсом, с точками зрения поставщиков и клиентов. Много вещей, о которых нужно думать, много факторов, которые необходимо учитывать. Говоря о ниршоринге и оффшоринге, есть определенная тенденция в последнее время. Оффшоринг – это типичный вид аутсорсинга, когда мы, ну, чаще всего в Индии размещаем заказы и задачи передаем туда. То есть, особенно, то есть мы, конечно, понижаем наши расходы на сервис, сервисные расходы. Но, конечно, есть такие моменты, как визовый вопрос, вопрос языкового барьера. Мы не будем подробно говорить об этом, но наша задача – дать общее представление сравнения ниршоринга и оффшоринга. Если говорить о ниршоринге, то он более надежный, более понятный. Это обычно применяются ресурсы, которые ближе расположены. И, то есть, не нужно ждать три месяца, пока люди получат визы, например, для того, чтобы приехать. То есть, вот, собственно, поэтому мы видим, что больше сейчас тренд в сторону ниршоринга. Итак, первый урок начинается с вопроса «почему» или «зачем». Конечно, это принципиальный вопрос. Почему, зачем? Очень важно для нас понимать, зачем нам нужно тестирование отдавать на аутсорсинг. То есть, что мы ищем? Мы ищем независимые экспертизы, мы ищем больше ресурсов, мы ищем больше специальных знаний. Есть много причин, по которым мы можем это делать. Ну, типичные примеры. Например, управление клиентами. Давайте поговорим о расходах. Конечно, деньги – это очень важный момент в этой истории. Но это не единственное. Вот пример обзора, менеджмент обзора, основные причины, которые мы здесь перечисляем. То есть, допустим, мы не имеем достаточно навыков для того, чтобы провести эту работу быстро. Допустим, сегодня нам нужен один какой-то навык, а завтра их нужно пять, десять. И вот поэтому невозможно, чтобы одни и те же люди так быстро учились. Поэтому, но без этих специальных рабочих возможностей, без этой рабочей силы компания не может расти. Если бы мы замыкались на тех и тех же людей, то мы бы росли слишком медленно. Вот поэтому, привлекая дополнительные ресурсы, мы, в принципе, расширяем тем самым наши тестерные команды, команды тестеров, и таким образом решаем этот вопрос. То есть, коммуникация – очень важный момент. Очень важно понять, почему. То есть, мы будем… нужно понимать, что мы будем терять людей много раз. Мы будем много раз их менять. Мы будем находить их в разных странах. И часто происходит такая ситуация, что мы даже не знаем, что с этими людьми будем потом, после того, как они от нас уйдут. Вот. Единственное, что мы можем сделать в этой ситуации, мы постараемся держать людей максимально счастливыми в течение того времени, в котором мы с ними работаем. После этого мы переходим к следующему проекту, к следующей команде. То же самое. То есть, если вы платите мало, то вы, соответственно, мало и получаете. Это невозможно. Все хотят иметь лучших тестеров и лучших разработчиков. Но если вы… Но вам нужны просто хорошие люди, которые работают с вами. Но, соответственно, вам нужно… То есть, все должно работать. И то, что является хорошей сделкой для одного, то не является хорошей сделкой для другого. Поэтому вам нужно быть уверенными в том, что люди подходят именно вам. Ну, приведу пример, что я пытаюсь этим сказать. Допустим, есть компания, и она не знает, сколько денег она готова потратить. Вам нужно убедиться в том, что подходящие люди, которые подходят под ваш проект. И убедиться в том, что все на своих местах. И после того, как вы сделали первую раскладку, вам нужно ее перепроверить. И третий урок – это не plug-and-play. Новые лица, новые люди, новые задачи. И новые отношения всегда проходят разные стадии. Первая стадия романтическая, когда все очень счастливы, и вы обсуждаете контракт, и ничего. И все легко, все складывается, контракт подписывается, и все хорошо. Вы уверены, что вы получите то, что вам нужно. Не так давно был пример. Мы работали над проектом. Люди, с которыми мы познакомились, мы пообщались с ними, а потом мы их больше никогда не увидели. Но это не то, что вы ищите, это не то, что вам нужно. Вам нужны хорошие тестеры, которые знают, что они делают, которые в конечном итоге дадут вам тот продукт, который вы будете хорошо продавать. И, соответственно, вам нужны и хорошие основные игроки, и хорошие запасные на скамейке. Поэтому вам нужно пройти эту стадию и перейти на следующую стадию, когда вы понимаете, что вы действительно получаете какую-то ценность для того, чтобы в итоге прийти к стадии со-созидания. Например, в Индии очень сложно бывает найти подходящих людей и обеспечить их местом работы, обеспечить им условия для работы, обеспечить их знанием. И много раз происходили такие ситуации, что один человек подходит полностью, другой человек подходит наполовину, и вы просто его оставляете в покое, потому что понимаете, что это не тот человек, с которым вы сможете работать. Поэтому у вас должен быть четкий план и четкое понимание, что вы с правильными людьми что-то начинаете. Если нет правильных людей, то, соответственно, все остальное тоже не будет работать. Следующий урок очень важно. Большое количество проектов разваливается из-за плохой коммуникации. Это основная причина провалов. Это не специфический вопрос для тестинга. Это специфический вопрос вообще для всего. Самые лучшие организации, у них есть формулы формальной коммуникации, у них есть планы коммуникации. Вы не думаете, что это чистая формальность, потому что не надо думать, что что-то базовое будет происходить само собой. Формальность, она не может заменить доверие, но в конечном итоге будет партнер, который будет производить валидацию, и будут цифры, и будут заявления, которые он будет перепроверять, соответствуют они или нет. Конечно, вопрос доверия очень важен, но гораздо проще договориться о формальной процедуре, а после этого расслабиться, и тогда отношения смогут развиваться. Если этого не сделать, все может пойти не в правильном направлении и зайти в тупик. Аутсорсинг. Допустим, аутсорсинг находится в том же самом здании, и тогда, конечно, люди решили, что раз мы в одном здании сидим, то не нужен и контроль. И не было такого внимания уделено формальным процедурам. Посмотрели на контракт, просмотрели бегло и решили, что все хорошо. В конечном счете все застопорилось, как вы думаете, и перестало развиваться. Бизнес остановился. Причина в том, что отсутствовала коммуникация. И многие вещи, если вы их отпускаете, перестаете контролировать, и вам кажется, что все хорошо, а в следующий раз, когда вы встречаетесь, вы видите, что прогресс за все это время отсутствовал. Поэтому хороший план коммуникации, хорошая формализованная коммуникация – это очень важно. Это гарант того, что не будет ситуации стагнации, когда ничего не происходит. Это очень важно и для развития отношений. Пятый урок – проактивная позиция. Этому нужно учить. Не надо ожидать от партнера, что он будет работать так же, как и вы. Он другой, он не вы, и не надо ожидать, что у него те же самые привычки, что и у вас. Он работает с другими вещами, он работает с другими клиентами в другой ситуации, поэтому у него другие привычки. Точно так же он ничего не знает о нас. Единственное, что может быть общего, это технические знания. Мы говорим не о технических знаниях здесь, а мы говорим о манере, о поведении, о паттернах, о некоторых реакциях, которые не обязательно являются ожидаемыми. О понимании того, о представлении о том, что правильно, что неправильно. Должен быть чек-лист. В нашем чек-листе было больше 100 пунктов по данному аспекту. И это очень хороший способ показать человеку, как он должен себя вести в партнерской работе. И опять-таки, это не plug-and-play. Не надо думать, что вы воткнули, и оно будет работать. Поэтому необходимо свои ожидания описывать и задавать, и ими делиться тогда. И это наша работа – объяснить человеку, как вы ожидаете, чтобы он себя ввел в вашем бизнесе. Создавать ноу-хау. Все об этом говорят. Финансовый директор… Анекдот такой, что финансовый директор спрашивает, что будет, если мы всему их научим, а они уйдут. А директор генеральный отвечает, а что, если мы их не научим, а они останутся. И поэтому ваше знание, ваше ноу-хау нужно развивать, нужно создавать. Очень важный пункт. Люди могут уйти. Половина людей может уйти, но вы можете эту половину добрать, и тогда оставшаяся половина научит их тому, что они знают. Главное, чтобы они что-то знали. Поэтому ноу-хау – это очень важно. Но у ваших партнеров по аутсорсингу есть собственный ноу-хау. Это их бизнес. И ваш бизнес – это не… Например, если вы разработаете что-то для банкинга, то вы можете спокойно говорить своим партнерам о все, что вы знаете о банкинге, потому что это не ваш бизнес, это не есть ваше ноу-хау. Те знания, которые вы получили не по вашей теме, они не являются вашим ноу-хау. И это касается всех уровней менеджмента и всех сотрудников. Это важно. Все должны быть вовлечены в этот процесс. Тренинговые программы, например, даже есть тренинги даже для генерального директора. Здесь то же самое. Тестирование для тестера важно производительности и понимать, например, чтобы генеральный директор понимал, а почему мы вообще это делаем, для чего это нужно. Он не должен понимать все, что происходит. Речь идет о культуре и о манере поведения. То есть это задачи, которые он не будет выполнять. Но он должен понимать достаточно… Но у него должна быть достаточно ноу-хау, он должен знать достаточно, чтобы проверить результаты вашей работы. Вот что важно. Следующий момент. Большая разница, если у вас команда в соседнем кабинете или в другой, в соседней стране. И я не могу общаться со всеми, например. Почему? Потому что, допустим, в другой стране выходные, имейлы не доходят или нет ответов. Но это не только вопрос от коммуникации. Мы здесь говорим уже не о коммуникации, мы говорим о системе. В другой стране могут быть другие правила, другой график. И, допустим, там может быть правило, что у вас не может быть доступа к тому-то и тому-то каким-то определенным. И в итоге ваша задача не допустить, чтобы это застопорило ваш проект. Вы должны понимать, как с ними разговаривать. То есть, сколько раз нужно звонить, чтобы дозвониться. Если вы это не будете учитывать, если у вас не будет такого плана, то система не будет работать. Здесь система должна быть доступна. И это ваша задача, как это организовать, чтобы она работала. Люди. Как мы говорили утром, без людей нет команды, поэтому заботьтесь о них. Это идея, которая состоит в том, что можно нанять... То есть, другие люди, которых мы нанимаем, это другие люди. И они отличаются от нас. Есть ваши люди, есть твои люди, есть, которые на тебя работают. И это твоя команда. И поэтому делай для них максимум все, что ты можешь. И, например, допустим, если ты следишь за биржевыми сводками, а для них это не актуально, то можешь им, конечно, об этом не говорить. Но минимум, который ты можешь сделать, спросить, как у них дела, и действительно вникнуть в это. И это неправильный путь интегрировать людей и сажать их на общее собрание. И различные варианты. Допустим, вечеринки, обеды. Совместно нужно убедиться в том, что обеспечить, чтобы каждый познакомился с каждым, чтобы они могли свободно общаться. Нужно любить каким-то образом людей. И чем лучше вы заботитесь о людях, тем лучше они работают. Соответственно, чем больше будет мотивации, тем больше они сделают для вашей компании. Как правило, у нас есть офшоринг, есть команда, которая в соседнем кабинете, и есть собственная команда. И выбор тех или иных форм взаимодействия зависит от разных показателей, от расходов в основном и так далее. Это кто-то, может быть, у вас могут быть какие-то знакомые, друзья, родственники, коллеги. Может быть, более близкие отношения с коллегами, могут быть более натянутые. У вас должна быть смесь офшор, ниршор и офшор. И чем больше вы делаете этот микс, тем лучше. Если вы можете помогать людям, которые работают в дальнем аутсорсинге. И вот эту коммуникацию нужно довести до предела, насколько это возможно. И тем больше будет становиться все эти люди одной командой. То же самое, что мы делаем. У нас есть, например, региональные менеджеры. Есть один человек, допустим, у поставщиков, на их точке есть один человек наш, который обеспечивает коммуникацию. Это не сколько про тестирование конкретно, а это сколько вообще про все, для того, чтобы информация проходила быстро. То есть ваша задача тем самым уменьшить дистанцию. И тогда вы сможете работать в каком можно более тесном сотрудничестве, в тесном взаимодействии. И также важно, касательно измерений. То, что невозможно измерить, этим невозможно управлять. Поэтому измерение – это очень важный момент. Используйте все возможные варианты. Используйте любые возможные инструменты для измерения. Это может быть легко. Различные тулы вам могут помочь. Используйте. Но если вы не можете что-то измерить, то очень сложно оценить производительность. То есть вам невозможно дать целевой показатель, если вы не можете произвести измерения. Есть, конечно, хорошие инструменты, которые позволят автоматизацию. То, что вы можете автоматизировать, автоматизируйте. И все должно работать. Это есть очень простые инструменты для этого. Не обязательно должны быть дорогими и сложными. Есть, допустим, тулы, которые рассчитаны на 5, на 10 человек. А если вы работаете вдвоем, то это, конечно, абсолютная перегрузка. Если вы не можете что-то измерять, если вы что-то не измеряете, вы теряете контроль. Мы говорим о тестировании. Значит, качество. Когда вы что-то тестируете, вам нужны хорошие результаты, приемлемые результаты, которые пройдут приемку. Например, если вы работаете в авиации, и, конечно, там будут другие требования, чем если речь идет о каких-то повседневных секторах. То есть, если у вас есть личный апп, допустим, в котором будет баг, и он в какой-то ситуации зависает, это одна ситуация. Но вы не можете допустить, например, чтобы космический корабль не взлетал по причине какого-то бага. Поэтому это вопрос контекста, конечно. Поэтому, соответственно, в аэрокосмической отрасли вам часто требуется смотреть, перепроверять много раз одно и то же. Поэтому, ну, измеряйте качество столько, сколько это необходимо, но при этом как можно больше. Если у вас нет хорошего уровня качества, у вас будет низкий уровень интереса к вашему продукту со стороны партнера, потому что вам нужен очень хороший уровень доверия. Потому что если у вас есть достоверный результат, если у вас хорошая разработка и хорошая производительность, то тогда будет хорошее тестирование. Урок 12. Процессы и процедуры. Это одна из любимых тем в такого рода делах. Процесс, это, в общем-то, позволяет избежать множества ненужных обсуждений и выполнить какую-то задачу без лишних разговоров. Должны быть живые документы. Всегда на любую деятельность, на любую работу необходима документация. Документируйте как можно больше. Документируйте, как должны вести себя ваши тестеры, ваши ожидания, ваши чек-листы. Планируйте и выполняйте. Это очень важно в данной части. Ваши ожидания, иначе будут обмануты. Во многих странах живут разные люди. У вас может быть 20 тестеров. Завтра из них, возможно, останется 10 и придут 10 новых. А послезавтра, возможно, останется 5 и придут 15 новых. Поэтому по возможности обучайте их необходимым сведениям. Но основной упор все равно делайте на документацию, потому что этим самым вы облегчите себе жизнь с появлением каждого нового человека. Инструменты. Сейчас в наше время есть инструменты для всего. Мы действительно используем разные тулы для того, чтобы быть более производительными, для того, чтобы работать быстрее, но при этом инструмент не должен быть слишком перегруженным. У вас должны быть правильные инструменты, соответствующие вашим окружениям. Используйте определенные инструменты для управления собственной командой. И время от времени улучшайте набор инструментов. Потому что не у всех одинаковый уровень знаний. И, соответственно, каждый инструмент должен рассматриваться с точки зрения того, как его улучшить. И инструментов должно быть необходимо. Необходимое количество для того, чтобы работать, выполнять работу и делать отчеты о ней. Используйте инструменты, которые позволяют вам всегда понимать в каждый момент, где вы находитесь, на какой стадии. Автоматизация. Мы говорим не только об автоматизации тестирования, мы говорим об автоматизации всех процессов, которые у вас есть. Если вы смотрите на аутсорсинг, например, если говорить о репортинге, очень важный момент. То есть команда тестеров, как они работают. Многие вещи автоматизируются. И это очень хорошо, когда вообще без участия человека некоторые вещи осуществляются, такие как валидация. И когда вы посмотрите на свою работу, вы поймете, что есть много вещей, которые можно улучшить. И пробуйте свои автоматизации, средства автоматизации на других проектах, на новых проектах. И если финансово имеет смысл, если это технически возможно, тогда очень хорошо использовать одни и те же ресурсы для разных вещей, для разных проектов. Увеличивайте, например, покрытие сферы работы вашей тестировочной команды. И чем больше делает ваш партнер, тем более эффективным становится, и тем лучше будет результат, который вы получите. Итак, бонус. Дополнительный урок очень простой. Представьте, допустим, вы работу сделали, вы потратили больше денег, чем раньше. Вы берете новые ресурсы, ну, неважно, какая это причина, возвращаетесь, и увидите, что работа не работает, что она провалилась. Вы возвращаетесь к началу и начинаете думать о том, что же делать. Давайте партнерство спустим на более низкую ступень и попробуем начать сначала. Итак, что я хочу этим сказать. Проект аутсорсинга – это способ изменить какую-то ситуацию к лучшему. Не бойтесь таких ситуаций. Возвращайтесь к началу и старайтесь делать это заново. Это хорошая инвестиция. Начинать снова – это не страшно. И отдавая тестирование на аутсорсинг, если мы видим, что ничего не работает в конце, это, конечно, очень сложно принять, потому что мы обучили людей, мы потеряли финансирование, мы потеряли людей, и приходится начинать. Но понимая, что если это произошло по вине аутсорсинга, партнера нужно менять. Выводы. Начинаем с вопроса «зачем?». Очень важно для всего, для того, чтобы мы понимали, знали, почему мы делаем это, будь то расходы. Нужно понимать, сколько денег вы сэкономите. Сэкономите вы 3% или сэкономите ли вы 20%? Это хорошо, если это работает. Сейчас, если мы видим, что аутсорсер лучше работает, дает лучшие результаты, лучшую документацию, лучшее ожидание, это другая причина, это другой ответ, почему мы осуществляем вообще этот аутсорсинг. Но если все это не работает, то это плохо. Вы теряете доверие, и разваливается вся цепочка. Поэтому хорошо подумайте. Есть причины, по которым вы это делаете, но если вы это делаете, оно должно работать. Большое спасибо еще раз. Если у вас есть вопросы, вы можете мне их задавать или же писать их на электронную почту. Наталья, мой вопрос про активность. Что вы подразумеваете? Многое зависит от мотивации. Насколько аутсорсинговая команда любит ту продукцию, на которой она работает. Как вы научите их этому? То есть кажется, что эти процессы не находятся под вашим прямым контролем. Вы смешиваете две вещи. То есть что они знают о проактивности и что они ожидают. Допустим, допустим, когда появился первый автомобиль, люди хотели получить более быстрых лошадей, но это было невозможно им дать. То есть им пришлось дать другое что-то, им пришлось дать автомобиль. Если что-то абсолютно непривычное происходит, людей нельзя этому научить. Но есть много вещей в проектах, о которых они спрашивают, а зачем мы это делаем. Допустим, мы начали тестировать, прошло пять недель, и непонятно, зачем мы этим занимаемся. То есть это своего рода другой вид проактивности. для меня я с вами согласен, что люди должны любить то, что они делают, но многие люди не делают, потому что вы хотите сказать, что проактивность должна развиваться в команде и да, я думаю, это можно достичь в любой ситуации, но это можно вывести на очень высоком уровне на управлении командой, да, это можно добиться. То есть есть, допустим, огромные чек-листы, это не вопрос проактивности, то есть это вопрос готовности сделать то-то или это или то, но этого недостаточно. то есть у людей должен быть определенный уровень проактивности в определенной конкретной ситуации. Здравствуйте, спасибо за вашу презентацию. Это точка зрения людей, которые хотят нанимать аутсорсинговую команду. Что наиболее важным является, если вы являетесь аутсорсером? То же самое, все то же самое, но только с другой стороны. Вам нужно учиться быть проактивным, нужно менять свои привычки для того, чтобы адаптироваться под ожидания ваших клиентов. Это тоже важно. Почему клиенты обращаются к вам? Вообще в принципе почему? Важно принимать тот факт, что вас будут обучать. важно перенимать навыки ваших заказчиков. То же самое, но только с другой стороны барьера. Соответственно, нужно понимать, что самое лучшее вы можете предоставить своему заказчику. то есть я здесь, то есть если вы являетесь единицей, которая предоставляет аутсорсинг, это тот, кого нанимают. Это все то же самое. И чем сильнее ваше партнерство, тем лучше это для вас. И почему это хорошо? Потому что у вас может быть пять клиентов таких, как мы. Если я нанимаю вас, вы учитесь работать для нас, значит вы можете работать для пяти других, возьмите, то есть вы берете это и еще что-то и становитесь самым лучшим в своей отрасли. Спасибо. Спасибо.